Здравствуйте! В эфире «Мир наций» – программа о мультикультурной жизни сибирской столицы. В этом выпуске узнаем, как отпраздновали День Народного Единства в Новосибирске и разберемся, почему жители Нью-Йорка вышли в кафтанах на Тайм-сквер. 4 ноября вся страна отмечает День Народного Единства – государственный праздник, который учредили в память о событиях 1612 года. Более 400 лет назад народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободили Москву от поиска литовских войск. Михаил Пискунов, кандидат исторических наук, рассказал, почему в России заново создали праздник Дня Народного Единства. Сам праздник День Народного Единства появляется в 2004 году, когда принимается соответствующий закон Государственной Думы. Ну и впервые его отпраздновал в 2005 году, до 2005 года, был иной праздник в это время, 7 ноября. Он назывался День Согласия и Примирения уже в 90-е годы, в Советское время, это понятный день, Октябрьской революции. И он играл в Советское время такую роль, мобилизующую, объединяющую, некое, ну такое событие, создавшее государство советское. А в чем смысл? Ну, согласно замыслу тех людей, что предложили этот закон, а там две таких силы, я бы сказал. Во-первых, предложение шло от Межрелигиозного Совета Российской Федерации и от конкретной Русской Православной Церкви, Патриарха Алексея II. А в Думе это продвигало фракции «Единой России». Они поясняют смысл праздника в том, что 400 лет назад, в этот день, силы второго ополчения освободили Москву от заседавших там поляков. И с точки зрения организаторов это символизирует народное единство, национальное единство, когда люди разных сословий, классов объединились во имя общей задачи изгнания интернетов из Москвы. И реализовали эту задачу, что, в общем, спасло кто-то на российское государство, ну, как политическую днисию. Накануне Дня Народного Единства все желающие горожане могли написать большой этнографический диктант. Проверить знания, культуры и традиции народов России можно было на площадках города или написать тест онлайн. В каком городе находится старейшая мечеть в России и что означает название русской куклы «Матрешка»? Такие вопросы поджидали экзаменующихся. Диктант прошел под девизом «Народов много, а страна одна» и написали его на пяти континентах, в Антарктиде и даже на МКС. Яркие выступления, национальные костюмы и приподнятое настроение горожан. Новосибирцы с размахом отметили День Народного Единства. Итак, как это было? Смотрите в нашем репортаже. В этом году День Народного Единства пришелся на воскресенье. Горожан пригласили на седьмой городской фестиваль национальных культур «Новосибирск. Город дружбы». Каждый пришедший гость погрузился в вереницу культуры и эпох. Уникальная возможность услышать монгольский музыкальный инструмент «Марин Хур», звучание которого в монгольской поэзии сравнивается с лошадиным ржанием и с дуновением ветра в степи. Оживленная атмосфера и заинтересованные взгляды. В воздухе витает дух творчества и веселья, а самые маленькие гости фестиваля берут в руки кисти и с помощью ярких красок рисуют свое настроение. Желтый, зеленый и красный. Несколько мазков, и на листе появляется незамысловатый цветок. У нас мастер-класс по урало-сибирской росписи. Это домовая роспись, которая делается на Урале. То есть им расписывали дома, избы, стены, все остальное. Когда люди это изображали, были тяжелые времена, они хотели попасть, скажем, в рай. И они этот рай создавали своими собственными руками. То есть рисовали цветы, птиц, листья. То есть хотели находиться в хорошем настроении. Среди сотен гостей фестиваля выделяется мужчина в ярком костюме шафранового цвета. Не красного поправляет меня буддийский священник. И объясняет, что настоящий шафран – король пряностей. Встречается очень редко, и его сбор представляет трудоемкий процесс. Это монгольский костюм, который носят священники. Я сам священник, лама. Здесь, в Новосибирске, у нас есть буддийский храм. Я там служу, настоятель. Многообразие же – это же хорошо же. И чем больше разнообразия, тем богаче культура России. Многообразие – как главное слово фестиваля. Десятки площадок, на которых все желающие знакомятся с национальными играми разных народов, соревнуются, кто ловче, сильнее и умнее. Через всю культурную программу фестиваля одной яркой нитью проходит философия праздника Дня народного единства. Жить в мире и уважении со своими ближними. Это тот день, когда наше государство вспоминает, что действительно наша страна многонациональная, и мы можем каждому показать свою культуру, свои традиции и так дальше. И мы бы не против, чтобы этих праздников таких было больше в году. Я бы хотела сказать, что каждый человек должен поддерживать свои традиции, не забывать, даже если мы все находимся в другой стране, в России. Поддерживать свои традиции, культуру, обычаи. Я всем вам, новосибирцам, желаю любви, здоровья, единения. Праздник вам всем, новосибирцам. Сибирский мегаполис – дом для национальности и конфессий. В основе нашего единства общие нравственные ценности. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», более 60% россиян уверены в том, что необходимо отмечать День народного единства. Праздник призывает не только вспомнить историческую дату, но и акцентирует внимание на важности сплочения. Не первый раз, бывая на фестивале, вот этом многонациональном фестивале национальных культур в городе Новосибирске, убеждаясь, насколько наработанные формы взаимодействия наши, насколько они актуальны при сегодняшних порой очень непростых политических, геополитических вызовах. Посмотрите, вот здесь, на этом фестивале, царит дружба, мир, согласие. Мы видим наглядно, как представители достижения разных культур, разных национальностей, взаимно обогащая друг друга. Поэтому Новосибирск в этом отношении, мне кажется, очень богат. Потому что 26 национальных культурных автономий, которые работают в едином ассоциации с отружеством, они не спорят друг с другом, они не выясняют отношения, они научились работать вместе и во время вот этих фестивалей показывать особенности и достижения своей культуры. Это здорово. На городском фестивале культур для горожан подготовили масштабную праздничную программу. Главная сцена ДКЖ стала местом свершения чуда. Творческие коллективы приоткрыли дверь в богатый мир своих национальных культур. Яркие пайетки, золотые узоры и национальные украшения. Уникальность в каждой детали. Сергей Иванович, уважаемый Владыка Тихон, уважаемый Анатолий Евгеньевич, уважаемые новосибирцы, представители разных народов, жители Сибири и жители Великой России. Я поздравляю всех нас с этим праздником, Днем Народного Единства. Как отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Россия всегда во все времена была сильна традициями, патриотизмом, народной сплоченностью и своим духом. Воля, духовная мощь и прочная нравственная опора помогали нашим предкам стойко преодолевать любые испытания. Строить суверенное государство. Наш общий долг сегодня – сохранить духовные ценности, обычаи и традиции многонациональной нашей Родины. Не дать возможность изменить нашу многовековую героическую историю. Воспитывать межрелигиозное, межнациональное согласие, чувство патриотизма и уважения к истории нашего Отечества, независимо от национальности и вероисповедания. Своим примером, своими подвигами, своими спортивными, творческими, культурными, научными достижениями укреплять величие нашей с вами Родины. Я от души хочу поздравить всех с праздником, с Днем Народного Единства, пожелать нам всем мира, добра, благополучия и процветания нашей великой многонациональной Родины. Спасибо, с праздником! Мы находимся прямо сейчас за кулисами городского фестиваля культуры. Давайте сейчас непосредственно пообщаемся с ребятами, которые сейчас будут выходить на сцену. Привет, ребята! Вы представляете Якутию? Сегодня мы будем танцевать северный танец. Это танец северных народов нашей республики. Танцы северных народов в основном отличаются тем, что девушки танцуют разных зверей, допустим, на которых мужчины охотятся и так далее. Сегодня в нашем танце будут присутствовать и их жены, и олени, в общем. Мы представляем татар. Мы будем выступать на сцене с песней «Сибирь». Татары очень дружелюбный народ. Они никогда не оставляют гостей какими-то разочарованными, чтобы они уходили с грустными лицами, всегда угощают их и развлекают. У нас сегодня танец «Арташат». Это боевой танец. Как наши предки воевали, победили. Наш дух покажем, какой у нас дух боевой. Танцуют девчонки, парни. И маленький состав у нас есть. Сегодня у нас 40 человек на сцене будет танцевать. Вся армянская диаспора. Показать, что мы дружный народ. Мы со всеми дружим. Мы ни с кем не воюем, не хотим войны. Пусть будет мир над головой. Фестиваль дружбы – это полюбившийся сибирякам формат, когда весь день можно провести в атмосфере уважения к культурным нюансам. Именно поэтому на фестивале уже в 17-й раз подряд по-хорошему тесно. Вместе с этим празднование Дня народного единства проходит и в центре города. В этот холодный ноябрьский день в центре города на площади Ленина в честь Дня праздника народного единства поставили сцену. И сейчас горожане подпевают под песни казаков. Настоящий сибирский дух, зажигательные танцы и веселые песни. Как горячий чай после долгой прогулки согревает пришедшую публику. Горожане не испугались холода. Морозным праздничным утром пришли на центральную площадь и охотно включились в общее торжество. Взялись за руки и водили хороводы. В центре города работали площадки с выставкой ремесел. В одном из таких павильонов горожане могли познакомиться с коренным народом Сибири – чацкими татарами, которые в 17 веке кочевали вдоль берегов Аби и закрепились на сибирской земле. Мне удалось примерить настоящий национальный сибирский костюм. Расскажите, пожалуйста, об его особенностях. Особенность – это костюм сибирских, чацких татар, коренных жителей Сибири. Он, видите, что он с мехами, потому что наши мужчины добывали меха, одевали женщин красивые, теплые костюмы. Мы в этом павильоне представляем чацких татар, коренных жителей Сибири. Мы жили до того, как русские начали осваивать Сибирь. Наша деревня сохранилась, мы сохранили свои традиции. Мы сейчас приумножаем и сейчас День единства показываем. В основном собирались издревле, занимались охотой, рыболовством и собирательством. Шишки собирали, грибы собирали, лошадей держали. Про нашу деревню очень много написано, литературы очень много. В общем, мы свою историю интересную развиваем. У нас есть культурно-исторический комплекс, который мы построили. В этом году открыли мы усадьбу Чацкого татарина с домом-музеем. Президент Татарстан нам подарил форт-транзит автобус. Сибир к нам ездят автобусы и туристы с автобусами. Мы приглашаем всех к себе добродушно, чтобы мы могли приехать и посмотреть, попробовать наше новшество. Кровь всех народов, которые жили испокон веков на территории великой и большой России, Богом данной. Мы все уже, кровь перемешалась. И очень сильная нация одна, как российский народ. Я хочу повелать, чтобы Бог всегда берег нашу страну, как это было и при Наполеоне, при поляках, при немцах, чтобы мы никогда никому не издавались. Чтобы было счастье в наших домах. Всем людям добра, мира и поддержки Всевышнего. С Днём Народного Единства, да? Ура! Помнить о важности сплочения ради единой цели. Жить дружно, одной многонациональной семьей. Вот главные постулаты Дня Народного Единства. Алина Каур, Александр Цупищук, Мир Наций. День Народного Единства День Народного Единства отметили не только в России. Наши соотечественники организовали карнавал «Мы вместе». Валенки, подмосковные вечера, «Катюша» – эти песни звучали даже на улицах Нью-Йорка. Более ста человек вышли на Таймс-сквер в кафтанах, вышиванках и других национальных одеяниях. Американцы тоже были не прочь водить хороводы, ведь и повод какой – День Народного Единства. О других значимых событиях уже в следующих выпусках. Ярких вам дней и до встречи в эфире! День Народного Единства